В конце сентября 1941 года в районе Валдайских высот группа немецких разведчиков в количестве восьми человек попыталась пленить советского лейтенанта. Им удалось это сделать без особых проблем, так как ночью советские части предприняли разведку боем, но понеся потери, отступили к своим окопам. Немецкая группа выдвинулась на нейтральную полосу, и им повезло, они нашли в поле раненого лейтенанта, которого и взяли в плен. В этот момент уже начинало светать, и немцы короткими перебежками укрылись в кустарнике. До леса их отделяла старая пашня, но в этот момент пленный очнулся и стал сопротивляться. Тогда два немца схватили его и потащили в лес. Вдруг раздались два одиночных выстрела, и немцы, тащившие языка, упали, а пленный упал, пробежав несколько метров вперед. Тогда еще два нациста попытались добежать до лейтенанта, но и они были сражены пулями невидимого снайпера. Оставшиеся в живых фашисты, испуганно озираясь по сторонам, стали беспорядочно отстреливаться. За месяц до этого, в августе 1941 года, отражая танковые и воздушные удары врага, левый фланг войск Северо-Западного фронта с боями отходил на восток. В эвакохозяйственный взвод 348-го стрелкового полка прибыл для прохождения службы уроженец села Делюн Читинской области Тунгус-Хамниган по национальности Семен Данилович Намаконов. Он не смог объяснить на призывном пункте, что является хорошим охотником и умеет стрелять, и его направили служить санитаром. Уже почти сразу, как Намаконов прибыл в действующую часть, немцы прорвали фронт. Во время эвакуации госпиталя нацисты уничтожили колонну Красного Креста, в который ехал Семен Намаконов. Немецкие танки просто врезались в машины с ранеными и подавили их гусеницами, а тех, кто пытался бежать, уничтожали из пулемета. Спастись удалось только нескольким санитарам, в том числе и Семену Даниловичу. Они всего с одной винтовкой убежали в лес. Блуждая по лесу, санитары встретили раненого майора, который уже впадал в бред. Намаконов с винтовкой остался охранять раненого, а остальные ушли в разведку. После смерти майора, Семен Намаконов взял его документы, похоронил тело, а сам пошел догонять своих товарищей, которые почему-то не вернулись. До войны Намаконов был охотником-следопытом и всю свою жизнь провел в тайге. Он начал охотиться в 8 лет, а в 10 уже получил прозвище Глаз Коршуна. Имя Семен ему дали только в 15 лет после крещения. Занимаясь всю жизнь охотой, он хорошо умел читать следы, поэтому своих товарищей-санитаров Глаз Коршуна искал недолго. Он практически сразу понял, что они ушли не в разведку, а просто пошли на запад сдаваться немцам. Оставшись один в окружении, он не опасался солдат противника. В лесу он чувствовал себя как дома. Под осторожными шагами таежного следопыта не ломались сучья, ни одну ветку он не шевелил своим телом. Понимал Намаконов, что в лесу машина ему не встретится, а солдаты врага не умеют лучше его ходить по лесу. Уже скоро в прицел его винтовки попал немец, который опрометчиво зашел в лес за дровами. Первый выстрел по человеку показался тунгусу очень громким, но на него никто не прибежал. Уже скоро Намаконов вышел к стоянке врага и сразил второго немца, который расположился на отдых на пне. Рядом немецкие солдаты в рубашках играли в футбол. Они сразу попрятались, а Намаконов, опасаясь того, что у немцев есть собаки, которые только и могли выследить его в лесу, поспешно ушел обратно. В середине августа 1941 года только что сформированная 34-я армия и часть сил 11-й армии Северо-Западного фронта при активной поддержке авиации нанесли внезапный контрудар из района юго-восточнее Старой Руссы в северо-западном направлении. Тысячи солдат и командиров, выходивших из окружения, примкнули к частям, контратаковавшим гитлеровские войска. Вышел к своим Намаконов, которого после проверки опять направили служить в госпиталь санитаром. Командиры снова не хотели слушать о меткости таежного стрелка. Но в санитарах Намаконов прослужил недолго. Он был очень слаб физически и не мог вытаскивать людей с поля боя. Тогда его перевели в похоронную бригаду, но и там он продержался всего неделю. Маленький человек со скуластым лицом, взрыв убитых, склонялся перед бугорками земли на колени и долго шевелил губами. Говорили, что он молился. После этого Намаконова, который успел до войны поработать плотником, перевели в саперы. Тогда-то и стала распространяться молва о меткости таежного стрелка. К переправам через реки и болота частенько подъезжали на мотоциклах немецкие разведчики. В такие минуты, отложив топор в сторону, Намаконов брался за оружие, и после каждого выстрела он любовно поглаживал гладкое ложе своей винтовки. Она била исключительно точно, и на 300, и на 500 метров, а один раз она достала немца, до которого было расстояние с километр. Где-то в конце сентября 1941 года в районе Валдайских высот советские войска предприняли разведку боем, которая прошла неудачно. Всю ночь санитары вытаскивали раненых с нейтральной полосы, а саперы закрывали проходы в проволочном заграждении. Вдруг они увидели немецкую группу разведчиков, которая тащила языка. Немцы залегли в шарники, а двое потащили пленника в лес. Намаконов скинул винтовку и убил практически сразу обоих фашистов. Тогда к пленнику подбежали еще два немца, которые также отправились к праотцам. В этот момент саперы открыли огонь по кустам, где прятались враги, и убили еще трех немцев, а последний уже и не думал о выполнении задания. Он как лисица, крутился, бежал, падал, вскакивал и снова бежал, но меткий выстрел на Маконова достал и его. После этого случая Семена Даниловича перевели в снайперский взвод. Здесь-то он и раскрыл весь свой талант. Когда он выходил на задание, то брал с собой веревки, шнурки, рогульки и осколки зеркал. На ногах у него были бродни, обувь, сплетенная из конского волоса, которая делала шаг бесшумным. Зеркальцами он выманивал выстрел противника, веревочками приводил в движение запасные каски, надетые на палки. Никто из взвода не мог превзойти его в искусстве маскировки. За эти манипуляции сослуживцы прозвали его таежным шаманом. Немцев на Макона представлял в виде диких зверей, вроде волков. Волк, попав в стадо овец, будет резать, пока ему не помешают, а унесет только одну овцу. Фашисты те же волки, жгут, убивают, грабят, звери в людском облике. Еще была у него одна привычка. Когда в детстве Маконов охотился со своим отцом в тайге, то тот отмечал на своем ружье подстрелянных зверей. Точкой отмечал он мелкую дичь, а крестиком крупного зверя. Маконов же на войне стал отмечать убитых немцев, точками простых солдат, а крестиками офицеров. Только опасался он портить казенное имущество, и поэтому отметки делал не на винтовке, которую могли забрать или поменять, а на своей курительной трубке, с которой он никогда не расставался. Однажды на прицел на Маконова попал крупный зверь. Воюя все у тех же Валдайских высот, он лежал в окопе на нейтральной полосе. Вражеская траншея была видна как на ладони, и там снайпер заметил группу офицеров. Он прицелился, но чувство охотника подсказало ему повременить с выстрелом. Прошло некоторое время, и в окружении большой свиты появился невысокий плотный фашист в пальто с меховым воротником. Его-то и поймал на мушку Семен Данилович, сухо щелкнул выстрел, и нацист упал замертво. Фашисты опешили, а затем бросились в рассыпную, и через некоторое время на нейтральную полосу обрушился шквал минометного и пулеметного огня. Но снайпер остался цел, и ночью вернулся в свое подразделение. Потом из показаний пленных удалось установить, что генерал, которого убил Намаконов, прибыл из ставки Гитлера инспектировать передний край. В другой раз Семен Намаконов обнаружил на высоте наблюдательный пункт немцев, которые корректировали оттуда огонь. Всю ночь он отрывал окоп под валуном, неподалеку от тропы, которая вела к наблюдательному пункту, а землю оттаскивал в своем сидоре к дальним кустам. Днем его добычей стали три офицера. Так и проходила боевая служба таежного шамана. Он уходил на несколько дней на охоту, а после возвращения Семен Данилович обучал молодых бойцов снайперскому искусству. Среди его учеников был земляк Тагон Санжиевич Санжиев. В январе 1942 года в бою у деревни Сухая Ветош он вынес с поля боя 15 раненых бойцов, за что был награжден орденом Красного Знамени. А воюя снайпером, Тагон Санжиев уничтожил 186 солдат и офицеров противника. Погиб же он 26 июня 1942 года в снайперской дуэли. На участке пятой роты засел немецкий снайпер, который убил трех советских солдат. Намаконов и Санжиев ночью выдвинулись на передовую. Они устроили засаду в разрушенном блиндаже и стали ждать появления немецкого снайпера. Вдруг Санжиев выстрелил. Намаконов удивился несдержанности товарища. Ползут там двое, пояснил тот. Это были его последние слова. Пуля через оптический прицел попала в голову Санжиеву и отрикошетила в плечо Семена Намаконова. Мастера своего дела были не только по эту сторону линии фронта. Позже Намаконов отомстил за смерть струга, выследив немецкого снайпера. Наблюдая два дня из своей засады за позициями врага, Семен Данилович вдруг заметил, что будто бы шевельнулась доска в обшивке чердака пустого дома. Ночью в окопе рядом со своим укрытием он приделал винтовку, направленную на чердак этого дома, к спусковому крючку, который привязал веревку. Когда настало утро, Семен Намаконов заметил едва видимую щель там, где по его предположениям скрывался враг. Он взял ее на мушку, а сам потянул за шнурок. Запасная винтовка из окопа произвела выстрел, а снайпер с чердака повелся на эту приманку и выстрелил в ответ. Намаконов точным попаданием сразу же убил вражеского снайпера, который свалился на землю. За время Великой Отечественной войны Намаконов Семен Данилович уничтожил 360 немецких солдат и офицеров, в том числе и одного генерал-майора. А во время Советско-японской войны уничтожил 8 солдат и офицеров Квантунской армии. Восемь раз он был ранен, причем два раза его контузило. Он не был награжден Героем Советского Союза, и прошение, поданное на присвоение ему Героя России, тоже было отклонено. Кстати, его старший сын Владимир в конце 1944 года тоже попал на фронт, и как отец воевал снайпером. На его боевом счету 56 уничтоженных врагов. На фронте он был ранен и окончил войну в Берлине. Всего же у таежного шамана на момент его смерти в 1973 году было 9 детей и 13 внуков. После войны Намаконов Семен Данилович был очень популярным человеком, и ему писали письма благодарности простые жители Советского Союза. Но однажды к нему пришло письмо из Гамбурга. В этом письме немецкая женщина задавалась вопросом, есть ли на трубке снайпера отметка о смерти ее сына, Густава Эрлиха? Молился ли человек со столь большими заслугами о своих жертвах? Когда Намаконову перевели это письмо, то он продиктовал своему сыну ответ. «Вполне возможно, уважаемая женщина, что на трубке, которую я курил на фронте, была отметка и о вашем сыне. Не запомнил я всех грабителей и убийц, которые пришли с войной и которые оказались на мушке моей винтовки. Если бы своими глазами увидели вы, немецкие женщины, что натворили ваши сыновья в Ленинграде, прокляли бы их». Кому понравился выпуск, ставьте лайки, кому не понравился, можете ткнуть дизлайк. Также пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Удачи!